О-2 SkyMaster, самолет целеуказания, разработанный американской фирмой Cessna. Самолеты О-2, военная версия модель 337, использовались в ВВС США для различных целей, включая передовую авианаводку в Вьетнаме. Весьма подходящую для этой роли машину военные выбрали в конце 1966 года. Армейская версия модель 337М оснащались четырьмя подкрыльными пилонами для подвески сигнальных ракет, контейнеров СНАР и другого легкого вооружения, например, контейнеров с пулеметом Миниган. В ВВС США получили 501 такой самолет под обозначением О-2А. Кроме того, в ВВС США служила версия О-2Б, но о ней как-нибудь расскажу в другой раз. Но перед тем, как я начну обзор нашей модели, я хотел бы вас попросить, поставьте лайк и не забудьте написать какой-нибудь комментарий про данный обзор. Мне просто интересно ваше мнение, нравится вам или нет, может что-то добавить, может что-то убрать. Пишите, буду прислушиваться к вашему мнению и стараться сделать лучший обзор. Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель под номером 48290 Cessna O-2А Skymaster. Модель у нас компания ICM, новинка. Модель у нас, первое, что мы видим, красивый, глянцевый бокс-арт. Под бокс-артом у нас коробка из плотного картона, что очень важно при транспортировке нашей почты. В коробке у нас один пакет с литниками, одна инструкция и одна декаль. Декаль у нас выполнена на новой бумаге. Бумага прекрасно переводится, прекрасно приклеивается и не доставляет никаких проблем. Инструкция выполнена в виде журнала, журнала формата А4. Первая страница глянцевая, на ней у нас показаны технические характеристики самолета и краски, которые необходимы при окраске данной модели. Инструкция очень подробная, каждый шаг описан очень подробно, поэтому данная модель не составит труда собрать как новичку, так и опытному моделисту. Теперь про качество литяра. У нас два литника получается пластика серого цвета, один литник с пластиком прозрачным. Пластик серого цвета выполнен очень качественно, каких-либо дефектов на модели обнаружено не было. Хочу обратить внимание на расшивку, она хорошая, поэтому выполнена очень хорошо, качественно, поэтому при окраске и визеринге, думаю, что вы ее не зальете и смывку сделаете очень хорошо. Прозрачный пластик также очень хороший, еще компания СИМ, он очень классный, поэтому при окраске и сборке данной модели уделите внутренним частям элементов, потому что при окончательном уже варианте через остекление будет все очень хорошо видно. Ну и еще раз скажу про пластик, что он очень классный, дефектов обнаружено не было, приятный в обработке, поэтому приятного просмотра. Дальше будет обзор ледников очень подробный, я более близко к каждому детали подвожу камеру, поэтому посмотрите, не забывайте подписаться на наш канал. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok